I have ways of blowing things off. Мы, собственно, подбираем. А я подумал, что неплохо бы нам поставить рукопашный. Все равно не сильно мне нравится дробовик, с которым я хожу. Он вроде как и оружие впритык, и вроде как должен бы убивать, но немножечко он мне не заходит. У него урона... Блин, а кстати, я его уже поменял на катану. Вот, да, я подумал, что я ходил с катаной, и было бы неплохо с ней ходить дальше. Но фишка в том, что она обычная. У нее, правда, химический урон. То есть 27 единиц урона, всякое такое. И у меня есть два остальных рукопашных оружия. У меня есть каннабо, то есть дубинка. Она дает 229 единиц урона, ударное оружие, не убивает, но калечит до неузнаваемости. Но я думаю, что убить тоже можно. Тем, кто не знает языка, каждое японское слово кажется загадочным. Даже пруд. То есть каннабо это просто пруд. Но смотрите, в чем прикол. У него 229 урона. То есть у нас катана обычно на 71 урон. Я думаю, что мне нужно его поискать будет. Я хочу себе какое-то хорошее рукопашное оружие. У нас есть вот мачете на 289 урона в секунду. Попробуйте... Прорубите себе дорогу через городские джунгли. Звучит как... Знаете, так можно было бы их продавать. Физический урон. Фишка в том, что у нас на катане химический урон. Вот что мне интересно. То есть я так понимаю, что физически, химически... Они будут по-разному влиять на броню, на плоть. Надо будет посмотреть, как все это работает. Пока что я одену мачете. Из-за урона в секунду. Но нам нужно с вами будет или как-то улучшить эту катану, или найти какие-то хорошие... Какую-то хорошую катану, которая сможет нам... Так, пистолет у нас на 117 урона. У нас есть пистолет на 118 урона. Кстати, такое себе. Это редко, это обычно из-за одного урона. Я не думаю, что я буду менять. Есть буря. 123 урона. Опять же, необычное против редкого. Надо... Это все надо сидеть, читать. Не знаю. У меня пока... Дефендер. У меня пока не очень хватает усидчивости. Сесть-то все почитать по-человечески. Посмотрим. Возможно, что-то где-то как-то когда-то. Кстати, что у нас? Наши ботинки до 17 единиц брони. Тут есть на 21. А почему эти не показываются? Какие лучше, какие хуже? Странно немножко. Ну, будем исходить из того, что лучше пока что. Вот я одену вот эти на 21 брони. 21,3. 21,1. 21,3 одену. Все остальное хуже. Давайте посмотрим, что у нас по остальным шмоткам. У нас есть штанцы. Шорты я принципиально одевать не буду, какими бы бронированными они не были. Вот, есть штанцы на 21, что тоже неплохо. 21,7. Одеваем. Стоп. Почему я одел на 8? Я что-то провтыкал, да? 21,7. Вот эти вот одень. Спасибо. Все остальное хуже. Попробуем быть максимально защищенными. Маска. Вот. Вот это на 11,2 брони. Она чуть получше. А чё, чё я не буду одевать? Спасибо. Жилет. На 42 единицы брони. 41,7. А, то есть это хуже. Вот это получше немножечко будет. Правда, жилет Каарасаки с поликарбонатным покрытием. Она хорошо смотрится. Я не думаю, что я из-за одной единицы броню хочу ее менять. 41,9. Наша дает 41,7. То есть оно все на копейки, по сути, больше. Не, пока это трогать не буду. Спасибо. И шляпа. Я бы, наверное, 10 единиц брони. Вот это вот Кепи. Она больше брони дает. И, пожалуй, все из шапок, да? Да. Теперь костюмы. Костюм у нас есть только бинты. Наверное, не буду пока ничего тут делать. Хорошо. Быстрый доступ. Выбор. Убрать. Использовать. Документация. Так, так, так. Ладно. Параметры. Броня, здоровье, снаряжение, репутация. Наград за репутацию. Так. Время в игре. 10 часов 17 минут. Неплохо. Хорошо. Тут я ничего не могу делать. Ладно. Будем дальше пытаться разбираться по мере... Где-то я туда же в параметры попал. Круто. Вот. У нас есть 5 очков. Я до сих пор их никуда не делал, никуда не прокачал. Я сейчас тоже не буду с этим разбираться. Все, ребят, извините, в следующий раз. Да. Тут, кстати, есть такая фишка подождать. Мне подсказали, что... То задание с соседом, которое я подобрал. Первые шаги. Перезагрузка. Что? Обратный отсчет. Ммм. Интересно. Надо будет это тоже почитать. Тогда, когда я получил задание от полицейских, посмотреть, что там с соседом, можно было просто подождать. Ну, ладно. За окном у нас дождь. Идем, говорим с Джуди. Пытаемся вышибить из нашей куклы информацию. Честно, мне плевать пока что. И на Джуди, и на куклу. Зачем быть собой? Предисловие. Хотели бы вы быть собой? Нет, серьезно. Задумайтесь на минутку. Вы уютно чувствуете себя в собственной шкуре? Любите свою работу? А друзей? Семью? Понимаете, глядя в зеркало, что вы самый счастливый человек на свете, а потом садитесь за задние сидения своего Рейфилда? Если хотя бы один вопрос вы ответили утвердительно, немедленно отложите эту книгу и не тратьте на нее свое драгоценное время. Если же все перечисленное не про вас, я прекрасно вас понимаю. Еще в начале века говорили, что мир находится в руках одного процента населения. Сегодня речь идет, скорее, о тысячной доле процента, а говорить о ваших шансах попасть туда и вовсе нечего. Во всяком случае, в этой реальности. Там, где вы, это вы, в Брейддансе вы сможете стать кем угодно. Банкиром с состояниями триллионами долларов, элитным солдатом, который разносит врагов из мощнейшего дробовика, модным рокером. Блин, это сейчас произвучало очень скептически про мощнейший дробовик, потому что здесь мы с дробовиком сделать ничего не можем, которого обожает весь мир. Повторю свой вопрос. Если можно стать кем угодно, хотите ли вы быть с собой? Для меня всегда был один ответ. Нет. Так начинается моя история. Сергио Моралес. Будет нам тут Моралес читать. Зеленая смерть. Побитый жизнью мужчина в дряхлом балахонии. Понятно, ребят. Можете читать на паузе. Не тянет меня сегодня на подобные вещи. Пожалуйста. Что у нас тут еще интересненького? Я это ворую или не ворую? Или что вообще происходит? Телевизор. О, здрасте. Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с вадуистами? Я хочу почитать вот это. Свежий брейнданс. Привет, фанаты брейнданса. Соскучились с новым впечатлением. В нашей подборке всегда есть только самое свежее и интересное. Инородное тело. Реабилитация. Москвелла. Чего? Набег на пустоши. Настоящий подарок для любителей легкого брейнданса. Набег на пустоши. Ремей Культова Вирта 2023 года. Ребята, мы через два года сможем посмотреть на брейнданс старый, классический. Ждите, два года осталось. Все будет хорошо. Так, F5, наверное. Да, пойдемте. Поболтаем с нашей этой. Почему-то вы... А что, боишься, что я натравлю их на Эвелин? Нет. Сначала я тебе не доверяла, но... Если бы ты хотел отомстить Эвелин, ты бы уже давно это сделал. А что тогда не так? Просто хочу, чтобы у тебя все получилось. Что ты будешь делать? Так, ладно. Мне надо идти. Слушай, мне надо бежать. Поспрашиваю людей, позвоню кое-кому. Ну, тогда удачи. Надеюсь, все получится. Пока. До скорого, Джуди. О, он приехал. Спасибо. Да, у тебя туда же. Хорошо, выйти из квартиры. Выйти из квартиры. Выйти из сумрака. Что у тебя тут в сортире творится? Так. Еще сто лет назад потери конечностей была настоящей трагедией. Читали. Спасибо. Что у тебя еще интересненького есть? Тун-тун-тун-тун. Ну, ладно. Выходим отсюда. Все. Я вышел из квартиры. Зачем ты оружие достал? Так, позвоните мистеру Хэнсу. Так, хорошо. Давайте тогда вот таким образом сделаем. Я видел, что пришел уровень. Я посмотрю еще, куда буду вкидывать. Пожалуй, я бы, наверное... Я видел пока что ограничения по силе 9. То есть, пожалуй, я буду, наверное, до 9. Если получится качать силу. Хотя этот параметр мне наименее симпатичен сейчас. Но я придерживаюсь того мнения, что я его прокачаю до 9. И если не будет никаких новых потребностей на большие силы, то я, наверное, благополучно про него забуду. Поэтому в дальнейшем, что я хочу качать? Мне нужна будет техника. Интеллект, реакция, хладнокровие. Мне все нужно будет. Нужно будет просто покопаться и выбрать, что я хочу больше. Поэтому вот этот очок я пока что не трогаю. В идеале я хочу накопить их два. Потом, если вдруг я столкнусь еще раз с силой 9, то, возможно, я их качну. И на этом... Ну, пока такой план. Там дальше посмотрим. Новое задание. Потерянный рай. Так, да, я же хотел на задание посмотреть журнал. На перепуте добраться до посмертия. Окей, теперь мы знаем, что всем этим стояли вудуисты. Это шаг вперед. Теперь нам надо как-то до них добраться. Два шага назад. Ага, ага, ага. Много чего можно найти. Столько сказать. Хорошо, это продолжение у нас этого задания. Есть еще старые друзья встретятся с таким урой. Тут уровень высокий. Кстати, а разве он не сменился? Разве раньше он не был очень высокий? Может, я прокачался? Вот это интересно сейчас. Ладно. Пойдем дальше по потерянному раю. Посмотрим, что у нас будет и как. Поэтому поехали дальше. Все наладится. Как скажешь. Все наладится, так все наладится. Валим отсюда. А, позвонить мистеру Хэнсу. Позвонить. Я не хочу звонить под дождем. Иди сюда. Так, позвоните. Папа-папа-папам. Откроить сообщение. Вей, нам надо поговорить. Возьми трубку, пожалуйста. Подожди. Так, Токимура. Он хочет утолить жажду в источнике. В ожидании твоего прибытия он укрывается в тени роскошной вишни. Лис осторожен. Он покажется тогда, когда будет уверен, что вода не отравлена. Это ты, Токимура? Начинающего наемника сразу видно. Это я, Токимура. Я пишу... Да хорош строчить, блин! Я пишу это на разовый телефон через безопасное подключение, но мне показалось, что будет лучше воспользоваться шифром, который я сам разработал. Я догадывался, что это будет выше твоего понимания. Почему там не было нормального? Типа, летящий дракон услышал крадущегося тигра, и это было бы нормально. А там было, отстань от меня, псих, или это ты, Токимура? Это два очень глупых ответа. Ладно. Догадывался, что это будет выше твоего понимания. Мы встретимся в доках на Channel Street в Джапантауне. Я приеду туда ночью, если за тобой не будет следить, я покажусь. Надеюсь, это понятно или все еще слишком сложно. Так, хорошо, погоди. Мелитех сделал все, как думал. Спасибо и помни, мы с тобой не знакомы. Это кто? Мередит Стаут. Кстати, да, Мередит. Жаль, ты мне очень... Ты начала, мне нравится. Жаль, мне хотелось посмотреть поближе на твои татуировки. Вот это вот очень пошлый ответ. И насчет нравится, она мне нифига не стала нравиться. Ну, ладно. Мотель Ноутел, первый этаж, приходи один. Я тебе не верю. Главное, и помни, мы с тобой не знакомы. Окей, приходи один. Падре, когда у тебя будет минутка, зайди ко мне, посидим, потолкуем. Нет, Падре, спасибо. Явно не с тобой. Венера в мехах. Добра до первого этажа мотеля. Знаете что? С Мередит я бы, наверное, потолковал бы... Тебя, ну вот, блин, даже не знаю, поздравлять или заговаривать. В любом случае, потом расскажешь, как подбивал клиник тёлкам из Мелитеха. Хочу ли я себе союзника из Мелитеха? И будь... Учитывая, с кем мы сейчас сталкиваемся, я бы хотел себе хорошего союзника, но... Знаете чём? Я сейчас поеду туда. Блин, я не могу на твоей тачке ехать. Гидро, ко мне! Ага, 500 метров, ну, вроде недалеко. Да, ну, не знаю, тормозит, но всё равно плохо. Мне сказали, проверили с пробелом. Тачка будет тормозить лучше с пробелом. Чё-то, не знаю, не пока. Ну, может быть, чуть-чуть лучше. Вот. Я что думаю, если мне придётся цапаться с какими-то крупными тиграми да драконами, хочу ли я себе дополнительного союзника? То есть, фишка в том, что... Времени-то у меня особо нету что делать. Лакака. Клэр, что, блин? С кем имею честь? Я Клэр. Ты меня не помнишь? В баре работаю. По смерти. Точно, точно вспомнил. У меня что, счёт не оплачивает? Да нет. Я часто про тебя слышу. Говорят, ты умеешь решать вопросы? А у меня тут проблема. А у меня тут нет времени. Слушаю. Мне нужен пилот. Рулевой нагон. Загляни ко мне в гараж. Забудь. Ралли? Нет, спасибо. Знаешь, пожалуй, я пас. С таким управлением автомобиля, какой здесь? Но если передумаешь, ищи меня в гараже на Валли-стрит. Пока. Пока. До свидания. Так. Что я хотел? Я, кстати, хотел... Та... Журнал, пожалуйста. Королева автострад. Прийти к Клэру в гараж в течение дня. Идёт она... Да, идёт она нафиг. Так. А где у нас... Сообщение? Вот. Такимура, мистер Мередит Стаут. Вот. Я тебе не верю. А чё, ничего не напишешь при этом? Так. Блин. Ответила бы что-нибудь. Ладно, пойдёмте. В пяточку. И двинем. Я думаю, что, возможно, я просто смогу приобрести себе некого союзника в её лице, если она кажется адекватной. Пока она мне не очень нравится, но первое впечатление может быть каким-то обманчивым. Посмотрим. Что, не ожидал меня увидеть? Да, на самом деле. что дальше газеты приоделась что-то его что с тобой не такие и что теперь давайте без этого давайте без этого пожалуйста плен ладно по крайней мере тут все зацензурина я на самом деле не собирался ничего такого делать я тут со союзником пришел они за вот этим всем алина корпоративные боги тебе улыбнулись а да или все таки но чё сильверхенд чё скажешь как говорится свечку держал прям лично присутствовал да смысле ты ничего не скажешь после такого ты ничего не скажешь джонни ты чё в кому впал что ли так иногда двое людей встречаются не в том месте но в нужное время вот я задание выполнено это было очень своеобразно электрическая дубинка альфа кстати спасибо я заберу надо ее проверить венера в мехах обновлено и чего от меня теперь хотите добраться до посмертия стоп если я хочу так персонаж нет нет он снаряжение чё там с этой дубинкой она лучше не лучше она хуже хотя тоже неплохо на самом деле электрический урон может она имеет какое-то шоковое воздействие было бы кстати неплохо так ладно допустим журнал королева автострад цель сплит а то 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 реинтеграция найти такси de la main да 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 было такое два товарища похоже вы стоит а это про соседа где моя тачка чувак подождать пока починят машину жизнь остались когда человек умирает постепенно себя подождать просто подождать но понятно это не задание это я понял хорошо с процентами крови кости цифровое авто в там они это тачки чисто это так хорошо 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 цифровый бонус пока от meredith у нас ничего нету да и так понимаю хорошо тогда идем обратно на задание потерянный рай позвонить хэнсу там а давай тебе чувак позвонить вот мне нужно связаться с водуистами с их босс поможешь так так значит заходим сразу с козырей типа того босс водуистов мама брешит и связаться с ней будет тяжеловато я так понял ты с ними не работаешь уж точно не со жрецами боссами кто там еще у них они там все такие важные что со мной даже разговаривать не буду понятно если хочешь я могу поспрашивать поискать для тебя что-нибудь только сначала уточнить это ладно у меня то что они ищут не уже ты хочешь что-то загнать водуист поверь мне на слово им от нас ничего не надо они живут в своем мире со своими контактами сетями и технологиями но как знаешь я посмотрю что можно сделать и перезвонить давай реведерчи в ожидании звонка от мистера продолжить поиски в ожидании звонка хорошо то есть я так понимаю что это задание у нас пока что будет недоступна супер идем перейдем сюда давайте до посмертия доска чем 600 метров мне вот этого тачка приглянулась до свидания хочу покататься на человеческой машине посмотрим как она управляется я так понимаю что она не будет зафиксирована как моя машина но по крайней мере пока можно как в гташечке просто поездить на углубленной тачке потому что она на унылом ведерце меня как-то достало ездить она будет у нас как запасной вариант кстати это управляется ну тормозит она получше управляется она все равно так себе ну с другой стороны сейчас дочь я это тоже понимаю блин карта чего-то от меня хочешь чтобы я поехал как я не понимаю чё от меня хочет игра чтоб куда я пошел нафиг нафиг я так могу сходить так ладно вроде сюда а сюда давай в пяточку добавленной контакт сандра дорсет ладно скажешь привет и это зондор стоит ты меня спас от мусорщиками казалось я могу тебе подверять мне надо вернуть одну вещь я заплачу на вопрос деликатный поэтому бы лучше со общались без фиксера мусорщики видимо вытащили мой модуль памяти он был подключен к сети поэтому его отследила но потом они его отключили отправляю координаты позвони если вы найдешь я буду очень благодарна там конфеты конфетенциальные файлы надеюсь ты не станешь их открывать во-первых фигали я это для тебя сделал я тебя и так уже раз спас во вторых естественно их буду открывать если вдруг когда-то увижу секретные материалы так ну да по смерти я добрался новая зона мне сюда что ли а почему новая же здесь был уже наряд или по быстрому пристрелим я тут свой типа да то что мы посрали с дексом всякое такое но ничего не значит я понял хорошо все мои проблемы эти заговоры все из-за тебя шкаф подвинься подвинься научись сама решать иди нахуй давайте вторым плечом то ну блин подвинься урод мне нужен фиксер есть срочное дело вот так я еще буду тебя спрашивать можно поговорить не можно пошел картонные коробки давить все и не знаешь нет не из ваших как тебя зовут и что тебе от меня надо да это столько лет прошло ты только посмотри сидит себе на диване в посмертии сейчас аккуратно она тебя насквозь видит говори как есть хорошо как есть не нужна помощь хочу коль кого найти кого одного крутого инженера андерса хельмана он и заросаки секунду андерс хельман пробьешь мимо спасибо рано благодаришь во первых моя помощь не бесплатная а во вторых все эти люди дэкстер дешон джеки вэллс типа они все мертвы я о тебе много слышала ви ты буквально идешь по трубку о скажи может тебе просто не повезло тибак значит грохнули хорошо спроси ее пророса котауру как меня подстрелили у нее на глазах даже у тебя умирали люди ты не убили джонни хочешь зачитывать некрологи серьезно окей как скажешь джонни сильверхенд погиб воросака тауэр прямо у тебя на глазах мне продолжать или поговорим серьезно у тебя железные яйца не лучший аксессуар но тебе даже идет но меня чувствами не проймешь чувствами я давно завязала дело есть дело нужна моя помощь выкладывай эти если у меня нет денег а если у меня нет денег что скажешь вы метайся нет скорее возвращайся когда деньги будут и правило над штук ну тогда до скорого ты знаешь ты меня найти накопить 15 штук черт если бы не купил машину мне были 15 штук работа нужна так как удобно это какая дельца есть перевозка груза доставить кое-что из точки а в точку бы их ли быстро сделаешь такие вещи проводят через фиксеры посредников пустая трата денег с таким подходом ты далеко не уедешь консультанты мне тоже я еще перевозчик в деревне как до свидания перевозчик он ищет статк ему позвонил он там перевозчик у нас так хорошо бабло у меня не хватает 4 штуки секретные материалы найти модуль памяти сандры которым ты спас мусорчик когда человеку палец он тебе всю руку откусит наверное это очень важная память раз она захотела работать с фиксером даже интересно стало посмотришь или будешь играть по правилам так королева автострад ну блин гонки и стрельба это все не мое шут из night city не тоже не хочу найти такси до ламейна нет и мне деньги будешь за такси платить или нет вот что мне интересно интеграция установить связь между ламэнами его личностями еще не было говорящих машина теперь одна из них тебе дает задание хорошенько времена живем вот эти все комментарии это от silver hand я так понимаю да попробовать поговорить с баре похоже полиция заинтересоваться им соседом да 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 крови блин у меня нету человеческих заданий каких-то цифровых бонус по-моему тебя последний человек от которого можно ждать собрать у нетранера скрипт запрос все кто покупает всем кружки пойдем вот сюда мне интересно что это такое я вот не знаю может быть связаться с тачками дела мэйна потому что вроде как и может быть интересно и я не уверен что он будет платить нам бабло за то что мы возвращаем ему тачки хотя чувак конечно честный о моя корыто здесь осталось прикольно давай поедем на этом же она уходит более-менее адекватно забрать монетранера скрипт я тебе сейчас еще и лицо сломаю если будешь выёживаться бой блин а у меня же во время боя восстанавливается хп-шка да пусть будет бой а бой закончился до закончился не начавшись нет но управляемость даже у хороших машин дача сейчас нет я не знаю это диск он считается мокрая дорога не мокрая машина явно у меня хорошая ну гоночная должна быть с хорошей плен управляемостью но тормозов никаких поворотов никаких так что блин даже не знаю ёкко чтоб тебя через ёкко пойдем посмотрим честно говоря наверное можно было бы заняться опс извините можно было бы заняться под модулем памяти той девахи но я им как-то заниматься не хочу а блин выдан ордер серьезно не ездить здесь это мучение потому я ни в коем случае не буду здесь не в гонках участвовать нифига все до свидания мне наверх о-го дела мэйн серьезно вы находитесь рядом с местом пропаже транспорта это же второй раз поищу по неизвестным не причинам определения координат невозможно точное местонахождение не установлено по неизвестным тебе причинам да да все таки было блин карта куда мне сюда что ли роджер джонс ты тут уже нашли последнего честного копа в этом городе ее зовут она расследует что-то такое из-за чего ее хочет убрать целая куча народа и лучше закрыть дело если ты меня понимаешь я тебя понимаю давай закругляйся тибак отправила тибак она сказала что-то забрать у вас так это ты и ви слышал наверное что случилось такое уж она оставила тебе демона подарок из загробного мира должен работать на всех деках третьего поколения окей лишний демон точно не помешает можешь его проверить у меня есть точка доступа если хочешь конечно не может найдешь хороший софт или под программу я бы попробовала на твоем месте демон это о слушай я же могу тебя наторговать правильно запрос на демона я же могу 74 42 серьезно типушки стоят копейки какая разница давайте тогда их продадим раз они стоят копейки так это что у меня надета вот эти две да значит все что беленькая улетает не но смотрите какие-то деньги я смог с этого набить буря необычный нет буря тоже идет лесом нормально так хорошо вот это дубаса идет отсюда вот этот шокер дубинка не знаю не хочу сильно разбираться блин тут шматья я не могу несколько выделить да смотрите я сейчас немного на торгую тут китайским шматьем будет нормально так давайте щас продам вернусь то долго так вот ребятушки оказалось что у меня с собой было еще кучей еды кроме всего остального а ты у нас кто такой амнезия заставляет врага врага забыть о бой амнезия замыкание электрический урон звуковой шок оглушает врага тысячи разной модификации всякое такое клинок термический урон насчет модов я не буду их продавать сейчас потому что ну мне кажется это не целесообразно я не знаю что они делают и продавать их было бы глупо кстати тайпан приоткрытые атаки блин что где боеприпасы для а понятно это мои патроны прицелы сайка свобода действия скорость передвижения обычно до торговался я до 14 176 мне не хватает буквально копеечку блин жаль я бы мог это сейчас все продать к чертям сжигательная граната уголь не стоимость 22 а карл так продал я вроде как все лишнее ничего такого что могу чну катан могу продать на толку мне с этого вот под это оружием не осталось модификации они стоят копейки я не знаю что еще можно было бы такое толково продать но вот анализатор цели но это все опять же модификации которые я не знаю как они что это медленный ротор повышает скорость атаки клинками богомола на 20 процентов богомола тоже еще не знаю что такое я боюсь перемудрить и пройдать что-нибудь лишнего я бы мог наверное этой пан продать но это опять же 10 мы в общем не штуки не хватает штуки установка скриптов на кибердек ваш кибердеком еще это конечно количество снарипто вы можете в любое время заменять установите скрипт запрос в снаряжении есть что крутое на продажу да если тебя это по карману карман мой это не твои немножечко дело что я узнаешь рассказать как погибло тебя конечно ее закоротили как и всех кто угрожает арасаки она умерла в своей квартире я испалили нервную систему представляешь как круто нет не то чтобы говорят это как будто сто тысяч ножей пронзает тебя одновременно по моему самая худшая смерть так жаль хорошая была девочка глупенькая я уже не знаю как насчет хорошую так риджина джонс ваших пердека так стоп ребят минутку нам сейчас будут говорить что что и как в кибердеку ставить да вот у нас есть амнезию установка скриптов на кибердеку чтобы установить скрипты нужно найти и выбрать его в списке выберите скрипт запрос запрос установил а это те которые это модификация запрос перегрузка оптики блин вот эта мутная штука на самом деле не очень нравится все что происходит я кстати да вместе вот этот натранерский костюм еще я забыл про него ладно вроде как это так отправить демон отправить демон запрос систему камеры чтобы найти точку доступа какой камеры взлом протокола запрос вот вот это запустить ага и мы видим куда она все лезет до подключиться к точке доступа через личные порты взломать ее подключиться допустим вот она так 11 с 55 55 здесь 1с 55 очень глупо ладно цифровое бонус задание выполнено все что ли я могу валить отсюда спасибо да 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 чури привет если тебе так важно туда попасть сегодня твой счастливый день лично и что-то подвернулось ну как я и говорил что им не попытаешься в тюкать они это в гробу видали зато у них появился один заказ вот я и предложил тебе сделай все хорошо и удостоишься аудиенции убрежит с тем и как не связаться что заказ на самом деле нет и подойти к алтарю до тебя дотронуться или кивнул тебе что-нибудь так понятно спасибо да отследи его пожалуйста добраться до часовни сколько у меня сейчас денег четырнадцать тысяч триста то есть я как раз вот этот оставшийся оставшийся штукарик под накоплю пока буду выполнять это задание и потом можно будет блин ну заданием это я думал вику 20 штук вернуть а тут не такие говорят заплате 15 штук и будьте счастье и silverhand пропал кстати мог бы дать какую-нибудь подсказочку еще извините ребят silverhand меня вспоминает вот не икнулась 3 километра так стоп карта я чеканусь туда ехать и в курсе да где тут метро есть вообще метро есть так почтомат переместить вернуться свободно блин да вы чё нафиг мне это ваше преступление где карта таро два товарища второстепенное задание не хочу никакой второстепенное задание не хочу не какую-то фигню стрит чем саттер стрит старые друзья карта завалена всяким мусором ладно поехали странно что нету метрополитена нигде рядом нет никакого быстрого перемещения три километра чесать на тачки ох ты шплин психованная штука повар нет не знаю вождение здесь сделано просто максимально отвратительно я не получаю никакого удовольствия машина вообще не слушается тебя туда же привет ну давай чё ты хочешь привет но я нажимаю назад идите в задницу а чё ну только сейчас привет ты так нашел нет еще понимаю кто там эвелин хоть немного а как там эвелин все по-прежнему она застряла в своем разуме думаю сейчас паршиво ладно мне пора до связи ну и нафига ты меня отвлекала во время вождения никакого боя нету успокойтесь и квартал так стать циной полицейский там что-то выканул на самом деле находясь в машине нажимаешь z она не срабатывает сразу она срабатывает с каким-то то ли замедлением то ли еще что-то я потом сначала потому что в принципе в машине не сработает сработает только когда я выйду из машины уже когда нажал остановиться выйти она сработала прямо-таки в машине не знаю вот эти вот багалаги такое себе обозреть нарушительный нафиг зачем мне всем этим заниматься скажите мне пожалуйста мотивация моего персонажа в чем то есть в принципе ему осталось дней 5-6 за эти 5-6 дней он должен сделать все что угодно чтобы решить свою проблему то есть например я поехал с меридит стал встречаться потому что это возможно союзники как получилось получилось не то что я думал но в конце концов получилось именно так как я думал то есть она в конце концов стала моим корпоративным союзником а это хорошо вот а толку мне влезать в эти мелкие разборки все это просто нелогично со стороны нашего персонажа совершать такие деяния поэтому я не считаю что это правильно так 800 метров потихонечку мы добираемся наши корыто едет по прямой по крайней мере едет довольно быстро что не может не радовать я че такой балет я где-то мост пропустил до мост пропустил да отпусти меня не на мост я значит просто этот поворот пропустил я думаю что вот тут надо бы сейчас направо да 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 точно блин машины знаете где последний раз было такое отвратительное ощущение автомобилей в третьей мафии честно вот там машины сделаны просто как обрубки железа ты не ощущаешь что ты едешь в машине у тебя нету звука что ты едешь в машине я нету физики нету ничего от машины там точно такие же пластилиновые как и здесь насчет движения насчет всего остального и ничего не хочу сказать кстати телепортнулся чувак вот но машины здесь просто сделан я был бы гораздо более счастлив если можно было всегда путешествовать быстрым перемещением метро и всякое такое куда мне 90 метров не съезжать с моста или нет что-то хочет как раз там где вы сейчас находитесь я потерял контакт с одной я бы оперативно я только прибыл надо быть на связи но вы держитесь денег нет но вы держитесь так дэломейн у нас везде куда мы приезжаем где-то стоит тачка дэломейна потерянная кстати возможно может они стырили дэломейна давайте глянем просто пошаримся вокруг может найдем был бы мне какой-то датчик какой-то что-то где искать этих дэломейнов я может быть кстати этим бы занялся эта миссия мне симпатично если уж на то пошло и дэломейн мне нравится как персонаж на сколько это может быть персонажи подождать 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 говорю блин вот эти глюки это просто зачем вы так делаете переходы это неприятно некоторое время спустя так что аж посветлела прям это зоны это позиция клапан вот мы не силатик он и миша литте диньена нутите сон же лапизу Мы тебя ждали Другого места не было Не люблю похороны Не бойся ты так, Траш Эти похороны не твои Это ты заказчик? Мне наконец расскажут, что надо делать? Я просто посредник Ты узнаешь все Скоро Ой, блин, все эти тайны Мне нужна Брижит Она где-то здесь? Конечно Нет Иди в торговый центр у перекрестка Там внутри будет местная лавка Найди Пласида Он тебе все расскажет Меньше слов, больше дела Понял, 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 понял Так Может я случайно тачку Деламейна увижу здесь Елки-талки-тут, стройка Честно, если бы я сейчас увидел тачку Деламейна Я бы, наверное, даже забил бы на это задание Это не вписывается в мой концепт Что я сейчас буду делать все только для того, чтобы персонаж Тут сейчас на минуточку меня перехватывает мои личные интересы Так, наверное, для сюжета неправильно делать Но... Ладно Но я не увижу тачку Я думаю, что это специально сделано так, чтобы я искал тачку Деламейна Очень долго и уперто Пласит Классид Классид Ну, говорил же что-то Плассид Классид 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 Нормально. Живой. Ты, Бласин? Я к вашему главу. Мне казалось, продажа домашней птицы незаконна. Птичья чума началась шесть лет назад, а сейчас вдруг раз и закончилась. Это не на продажу. Чего ты хочешь? Мне нужна Брижит. О, птица появилась. Давай поговорим про заказ. Доставь птицу. Ладно. Пласидом. Или даже Пласидом. Я никак не выломаю. Куда мы идем? Так он тебе скажет. Сюда. Куда? Сюда. Вот это опасение. Видите, ребята, очень не нравятся, если что. Очень не нравятся. Я не люблю связываться с сектантами. Ну, блин. Вы не то, чтобы расстилаете ковровую дорожку для всех желающих. Этот район строился, чтобы пиджаки тратили здесь деньги. Замкнутый круг. Корпораты кормят курицу. Она несет звонкие эти. На Эдди покупают больше куриц. Эдди, это евро-доллары, я так понимаю. Нас интересует гимн. Грант Империал Мол. Это мучила. Самый большой и уродливый хранжатности к бассейке. Недостроенный. До прошлой недели он был заброшен. Стоял пустой. А сейчас? Туда забрались животные. Устроили логово. Знаете, мне вся эта ситуация напоминает ситуацию с Южно-Африканской республикой. Когда пришли, когда там были белые, они строили и развивали район. А когда белые ушли оттуда, то все, вот эти вот шикарные дома, торговые центры, все это превратилось просто в помойку. По-моему, здесь у вас точно такая же ситуация, если что. А как говорил, пицца, птица, птица не на продажу. Ты же их продаешь, чувак. Раньше имел дело с животными? Да, пару раз. Вы хотите, чтобы животные ушли из гима? Поэтому я здесь. Скоро сам все узнаешь. Да, блин, разговаривайте вы нормально. Ну что ж каждый, блин, придурок считает себя неким философом, поэтом. Там нет смысла там сидеть. В самом центре пасифики, без прикрытия, без связи. Это ваша территория. Сюда даже копы не суются. Угу. Может, вас пытаются обмануть? Спровоцировать на глупость. Они оттуда не выходят. Сколько примерно их там? Тридцать. Может, больше. Винина, нам сюда. Ты сиди. Сюда, что ли? Куда? А, сюда. Как насчет Брижит? Потом. Сначала заказ. Что не так? Сначала, блядь, скажи, что ты хочешь сделать. Ты взял заказ. Делай, что я скажу. Блин, не хочешь в задницу сходить. Подключайся. А то что? Позовешь следующего желающего. Ви. Последний рывок. Финишная прямая. Прекрати. Что значит прекрати? Дойдите вы бы в задницу, блин. Что за? Не нравится мне все это. Ну, хоть кто-то не будет тебе по ушам ездить. А че вы своих в гимни пошлете? Не наш метод. И как же вы справляетесь? Чаще хорошо, чем плохо. Виктор, твой хромовый шаман. Ты его знаешь? Что, знаком с ним? Мне это не нужно. Железо-дрянь. Поменяй его. Я еще знаю, что ты тоже не особо хороший. Ты тоже в реперы записался? Все, с меня хватит. Знаешь что? С меня хватит. Думаешь, так можно? Просто встать и уйти. Я тебе бошку продырявлю наконец-то. Помни, зачем мы здесь? Я все понимаю. Меня этот хер тоже вымораживает. Но без его вуду мы не сможем найти альт. Все. Могу продолжить? Этот чип. У него нет сигнатуры. Для чего он? Не важно, все равно поврежден. Не важно. Он все равно поврежден. Как? Я получил пулю, чип перестал работать. Вот как. Ты ни разу не спросил про опыт. Ты ни разу не спросил ни про опыт, ни что я умею делать. Мы не корпорация. Карьеру не предлагаем. Ты выполнишь для нас только одну задачу. Потом мы тебя убьем. Какая у меня конечная цель? Камьюнэт. Двадцать тридцать пять. Ноль семь. Три секунды раньше. Бум. Мы хотим знать, откуда камьюнэт приехал. Ну-ка. Он явно сделан на заказ. Мы и сами догадались. Эй, я просто пытаюсь сопоставить факты. Так, ну это слишком продвинутая штука для них. Повороченный фургон. У качков таких не водится. Его хорошо стерегут. Чтобы там не было, это важно. Расид. Батман Келли апдисамокой. Фэмэподля. Животные тут ни при чем. Они просто охранники, их наняли. Кто-то с полным фургоном нетренерских приблуд. И мне надо узнать, кто это? Угу. Начни с камьюнэт. Не светись. Просто смотри, что происходит. Я отключу через загвы наши сети. Что? Зачем? Через загвы я буду засыпать то, что ты слышишь. И видеть то, что ты видишь. Я проведу тебя через гимн. И еще один голос в башке. То, что Рипер прописал. Мы знаем, кто этот раннер? Что ему надо? Надеюсь, ты узнаешь. Следить за мной будешь? Вот оно. Доверие. Ладно. Что еще мне нужно знать? У Мола стоят наши. Они скажут, как попасть внутрь. Сколько я получу? И сколько я за это получу? Как будем рассчитываться? Хэн сказал, денег тебе не надо. Офигели. Понял. У тебя проблема. Закончишь с гимном, Брижит решит ее. Условия изменились. Теперь мне надо работать мишенью на территории врага. Так что мои ставки повышаются. Посмотрим. Не обещаю. Да ты офигевший просто. Ну ладно. Если я все сделаю, ты точно приведешь меня к Брижит? Да. Сох ты и в конце коридора. На лифте вниз. Наши тебя пропустят. Ну ты и мудло, конечно, чувак. Ну ты и мудло. Честно, я тебе скажу. Если у меня будет шанс тебя убить, я не применишь это сделаю. Не переживай. Так, ладно, ребятушки. На этом, наверное, давайте мы сегодня закончим. Сейчас вот и в пяточку пойдем покидать отель. В следующий раз. Там кто-то палит уже. На этой чудесной картинке будем сегодня заканчивать. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладшише. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok